парни и девчонки всех приветствую еду сейчас на работу хочу просто тем кто переживает насчет конкурса сказать что он просто немного задерживается из-за нехватки времени сами видите сейчас видео не выкладываю не успеваю но конкурс сто процентов будет у меня уже как бы для него все готово возможно или сегодня или завтра по видео по другим очень много видео парни уже записаны видео и по галенью дегидраторе и по рыбалке и по копчению в общем то же самое некогда выкладывать решили для вас просто что уже не ждали записать такое вот бессмысленное видео тематика влог называется если узнает это просто видео которые без всякого смысла очень сейчас они популярны на ютубе я видел даже у некоторых блогеров о полтора миллиона подписчиков кроме таких видео больше никаких других на канале нет ну я их не собираюсь записывать у меня так было одно-два видео может годичной давности запишу вам просто одно для разнообразие по тематике парня у меня никакой нет если никакой тематики нет обычно люди рассказывают о погоде я вам расскажу про погоду в америке но я про всю не смогу рассказать очень большая есть здесь разные виды климата вот рассказать о том как я был только здесь про погоду в Сиэтле парни и в этой области вокруг Сиэтла в общем это штат Вашингтон называется можно конечно зайти в Википедию там или куда-то на сайт погоды посмотреть там почитать какой здесь климат какая погода но я вам буду рассказывать не с точки зрения какой-то науки а с точки зрения понимаете как человек эту погоду воспринимает когда он сюда приезжает как она на него действует какие ощущения то есть сейчас ну есть может быть даже люди заинтересуются которые хотят поехать в Америку надолго и выбирают куда поехать потому что здесь ситуации бывают тоже разные и никогда не знаешь придется тебе ехать в Америку или не придется и есть люди кто не имеют выбора вот к примеру как я мне надо было ехать только сюда вот так же вот люди кто с работой связан да они едут в какой-то определенный там город работать или хотя бы рядом с ним на машине добираться а вот например кто там получил крин карту да у них выбор ехать практически в любое место а здесь смотрите есть вам и Нью-Йорк есть вам и Калифорния и Флорида и Техас то есть выбор ну огромный 50 штатов я все не буду как ее называть вот самые популярные места куда едут это Нью-Йорк, Калифорния, Флорида но это место Сиэтла его не стоит тут же как парни забывать потому что в основном конечно сюда едут по работе но я вам скажу что если даже кто едет скрин карты но все равно рано или поздно собираются работать это место следует по любому учитывать потому что здесь этот регион сейчас развивается здесь ничего не было в 50-х годах и практически все города здесь начинают выстраиваться только благодаря уже новым инвестициям в этот регион то есть новым компаниям которые здесь открываются с налогов естественно то есть самый центральный офис Майкрософта здесь есть целый город забитый их кампусами там практически весь город на деньги на Белгейт за выстрел вот Белгейтс тоже здесь живет то есть он этот клип от того выбрал не зря парни и у него был как бы выбор где строить свои офисы и где ему самому жить то есть такие люди просто так которые могут жить где угодно они остаются здесь то есть на то были какие-то причины по другим компаниям тут Amazon, Google, eBay филиал ну то есть очень много всяких компаний Wargaming если кто знает это World of Tanks которые делали и другие выигры то есть очень тоже известная компания они открыли сейчас свой американский филиал прямо тут рядом то есть отсюда будут несколько миль ехать буквально по погоде парня что вам сказать сейчас только прекратился дождь до этого он шел несколько дней вообще не прекращаясь и он сейчас прекратился но я вам скажу на там максимум четверть дня на полдня то есть он пойдет обратно сегодня и вот такая вот погода парни когда дождь и нету солнца она здесь практически постоянно то есть по статистике получается только в общей сумме только 3 месяца из 13 есть дни когда бывает солнце остальные все дни пасху то есть представьте парни 9 месяцев солнца нету вообще только тучи и чаще всего идет дождь то есть дождь может идти 2 месяца может идти 2 недели вообще без перерыва а так он идет грубо говоря начиная там где-то с сентября и до ну грубо говоря июля то есть вот июль-август что-то более-менее лето такое ну все равно с нашим как бы летом не сравнить но тепло то есть можно покупаться в озере можно там немного даже по загорать вот если ветра нету но то есть климат очень дождливый парни пасмурный такой сказать депрессивный по статистике самый высокий уровень парни депрессии именно все это во всей Америке это официальные данные и в большинстве конечно понимаете это связано с погодой люди которые сюда едут вот к примеру я всю жизнь прожил грубо говоря на самом пути Крыма то есть представляете какая там погода а потом приехал сюда здесь много людей с Китая здесь много людей с Индии вообще с Азии с Европы есть но у всех таких людей понимаете теплее чем здесь не то что теплее здесь тепло здесь нет холода вот я здесь получается за несколько лет жизни я не покупал мне одну зимную кутку то есть температура здесь нормальная здесь просто нету солнца и вот такие люди да вот они попадают сюда и через некоторое время начинается депрессия потому что погода она очень сильно влияет на настроение вот вы просыпаетесь да все солнечно как бы там птички поют у вас классное настроение просыпаетесь вы и такой на улице темнота темнота мрак 9 часов утра и темно и идет еще к примеру тоже и вот представьте вы просыпаетесь вам надо идти в эту темноту вот этот дождь какое у вас может быть настроение и плюс когда человек ну как бы у него культурный шок если он едет как бы надолго то есть это естественно ну не буду на этом заостряться потому что это целая отдельная история вот и плюс такая депрессия от погоды потому что если бы была погода солнечная она бы наоборот бы этот культурный шок слегчала а здесь она получается усиливать практически все люди переживают здесь погоды здесь депрессию я разговаривал ну со знакомыми с просто людьми кто приезжает потому что сейчас как бы много людей много приезжает и кто давно живет 15 лет назад приезжал они мне рассказывают то же самое что у них была депрессия многие даже пили какие-то лекарства специальные там вот а парни зимы зимы здесь практически короче не было к примеру снега не было три года ну вот представьте сами как русский человек может три года жить без единой снежинки мороз в некоторых годах тоже вот я помню пару лет вообще было без мороза в этом году мороз был он был буквально несколько дней там что-то пять дней неделю может по ночам там был большой мороз ну опять пошли дожди все мороза опять нет и снега походу в этом году тоже не было и за все время что я прожил я помню только снег единственный раз был это когда я приехал сюда я просто офигел все завалено снегом там по коленам я еще в отеле жил и что самое интересное парни что здесь снег это эпидемия то есть его здесь никогда нет люди его не видели они не знают как с ним бороться у них не заготовлены там ни зимняя резина у них не заготовлены ни там цепи у них нету этой техники для уборки улицы снега то есть это просто была катастрофа две недели не работали вообще никакие ни магазины ни офисы то есть люди просто тупо сидели дома я две недели на работу как бы не ходил именно из-за этого потому что дороги были завалены снегом электричество часто пропадало то есть в отелях я жил в отеле там выдавали фонарики ну чтобы в темноте там по коридорам ходить было чем светить и то же самое транспорт то есть все дороги обледенели они не знают как с этим бороться то есть ну может они и знают но здесь никогда снега не бывает они не хранят все эти снегоуборочные машины там специальные средства чтобы дорогу посыпать естественно все дороги были как катки такие скользкие и ни у кого нету зимней резины потому что она здесь вообще не продается ну зачем здесь продавать зимнюю резину кто ее будет покупать собственно если зимы нет и самое интересное что по правилам дорожного движения здесь нельзя ездить если лед нельзя ездить просто за этот штраф пятьсот долларов минимум с летними шипами то есть нужна или шипованная резина или цепи вот а естественно цепи сразу же раскупили там парни в первый день снега в магазинах их же здесь не завезли на несколько миллионов человек которые живут и получается что люди ездили по вот этим каткам по ледовым дорогам по снегу они ездили просто на обычный летний резин и это был просто парни беспредел люди ну вот просто машины они не ездили потому что скользили по дороге и друг друга пили тогда было столько аварий до сих пор есть ролики там вот этот снегопад в Сиэтле и там ну просто какое-то фигурное катание машины автобусы подряд джипы просто катаются как на коньках и друг друга вот девушка сегодня работа надо было подвезти ее ладно приехала она из Индии тоже и нет у нее машины пока вот ходит короче на автобусе а потом только пешком я ее уже несколько раз встречал ну ладно парни в общем спасибо всем за просмотр ставьте лайки подписывайтесь будет все и конкурсы и видео то есть не переживайте я никуда не пропал всем огромное спасибо всем удачи и хорошего дня пока 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 пока